Пахнет он странно. Как правило, органическое все дороже, но вы платите именно за то, что все выращено без ГМО каких-либо. Хей, ребят, всем привет! Сегодня мы с вами пойдем в магазин Sprouts, или Sprouts. Это магазин, который ассоциируется у людей со здоровым питанием. По уровню он, наверное, ближе к таким, как фреш-маркет, поэтому мы сегодня посмотрим с вами, что они там продают, какие товары, какие цены, что можно там купить. Поехали, начинаем! Так, нужно взять нам алоэ, потому что мы все сгорели, и я даже не знаю, какой взять. Круто алоэ, скорее всего. Этот, реально? Воу, почему мы все еще имели? Итак, тогда мы заходим и видим, что здесь очень большая площадь. Наверное, знаете, похоже на Trader's Juice в чем-то, именно по тому, что здесь очень много пространства, места. И давайте смотреть, что же у нас сгорается. Первый раз увидела такой французский хлеб, который называется Priosh. Нигде такого не видела. Тут есть разные, на самом деле, типы, но все они по у нас 6 долларов. Конечно, покупаем такой маффины, именно такие, но здесь мы нашли, именно только в этом магазине, маффины, которые по 100 калорий каждый. И здесь также 8 грамм файбера. Файбры. Фибры. Именно так. Это очень круто. У нас уже в каждом магазине имеется большое разнообразие пирогов. Допустим, это у нас получается яблочный пирог, это у нас пирог с вишнями и это у нас пирог с тыквой. Тыквенный пирог. Также имеется вишневый пирог без сахара и также то же самое без сахара. Цена та же самая 5 долларов. Здесь у нас происходит готовка и также можно купить как готовые блюда, которых, кстати говоря, здесь гораздо больше, чем в любом другом в спреймаркете. Посмотрите на эту бальзамическую курицу. Вот она здесь. 8,99 за 1 лб. Я просто смотрю. Просто смотрю. Извините. Спасибо. Домашнее растение, может быть, год назад, и он у нас, короче, в таком состоянии не очень. Этот прям вообще такой красавчик. И мы думаем, в чем проблема? Почему у нас он так не растет? Конечно же, большое количество цветов. Кстати, не во всех магазинах цветы на самом деле хорошо выглядят и они стоят свою цену. Допустим, здесь есть розы. Они стоят 8 долларов за вот эту вот упаковку. Это хорошая цена. А если вы пойдете в паблик, который считается более дорогим спреймаркетом, то там розы, они могут стоить, ну, долларов 10-15 и они будут не очень хорошего супер качества. И что меня реально удивило, то что здесь имеется огромное количество таких закусок, перекусов. Вот, допустим, такая пицца итальянская с итальянскими сосисками стоит 10 долларов. Также имеется она с грибами. И тут огромное количество именно закусок, которые вы можете чем-то, чем-то, чем вы можете перекусить, когда вы голодны и вы не хотите, допустим, пока еще обедать или ужинать. Вот, у нас имеется тут какой-то кейл. Это салат из кейла и какой-то Swiss chard. Что это такое? В общем, тут такое количество вещей именно для вегетарианцев, для тех, кто следит за своим здоровьем. Поэтому очень-очень советую. Это очень круто. Допустим, салат Цезарь с лососем. Это очень здорово, потому что обычно вы можете найти только салат с курицей, а не с лососем. Ну, то есть это, знаете, такой шаг в сторону развития тех, кто увлекается вегетарианством и поддержкой. Вот, допустим, митболы с маринарой. Стоят они 6 долларов. Курица уже порезанная, готовая для тех, кто следит за своим питанием. Очень круто. Тут столько вещей, что у меня просто со мной глаза реально разбегаются, если честно. Вот привычные для, наверное, России блюда. Картошечка, пюре. Картошечка, пюре и котлетка с подливкой. В общем, это очень, наверное, вкусно, так мне кажется. Вау. Та-дам! Здесь у нас уже разделы с вином. И, конечно же, мясо, протеин. Мы мясо едим иногда, мне так прям суперчасто. В основном, конечно, это курица, сосиски. Мы любим бекон тоже. Это чисто американская вещь. У нас бекон, который был, он был настолько соленый, что это было невозможно его есть. Мы сегодня доели последнюю часть бекона и решили купить что-нибудь новенькое. Не такое соленое. С беконом, конечно, в Америке нет. Смотрите, какие два разных типа бекона. У этого очень много соли, у этого нет. Мы берем, конечно же, левый, который... Большое количество разных напитков, разных освежающих напиточков. Вот такой тип вина был моим любимым в такое время. Когда я любила белое вино, и здесь он стоит, получается, 26 долларов. Это очень недешево, потому что в обычных магазинах вы можете купить его за долларов 20. Фрукты. Фрукты. Вот это отдельная тема. Могу сказать точно, что в разных магазинах, допустим, чем более органический магазин, тем больше класса пищей вы можете там купить. Допустим, вот такие вот абрикосы или как... Ну, это абрикосы. Они не продаются, допустим, в пабликсе каком-нибудь или в омарте. То есть в этом магазине здесь гораздо больше выборов фруктов, и это очень круто. Давайте возьмем, допустим, вот этих. Что, я столько взяла абрикосов, надеюсь, это будет достаточно. Смотрите, какой тут выбор абрикосов, чернослива, всего-всего. Это очень круто. Не в каждом магазине вы такое увидите. Посмотрите на эти персики. Просто выглядит очень-очень классно. Но они все какие-то твердые. Прям очень все твердые. Муж сказал, что 2 лбф, 2 пауны за 3 доллара, это очень дешево. Поэтому мы сейчас будем выбирать какие-нибудь хорошие из них. Так, мы уже закупились. Почти. Вот, допустим, авокадо здесь 177 центов за каждую. То есть, один авокадо 77 центов здесь стоит. Мы, конечно, возьмем эти, потому что там есть авокадо за 2 по 5 доллара. И это немножко большая цена. Плюс, к тому же, они слишком большие для того, чтобы выглядеть натуральными и выращены без каких-либо ГМО. Смотрите, ананасы 2 за 4 доллара. То есть, покупая 2 ананаса, вы почти за 4 доллара. Всего лишь это очень небольшая цена на самом деле, ребят. Посмотрите на эти, эту малину. А на самом деле, малина, вот как мне кажется, она одинаково выглядит. Но это выглядит очень необычно. Очень большое количество свежих овощей. Как правило, здесь это все органик написано. Как правило, органическое все дороже, но вы платите именно за то, что все выращено без ГМО каких-либо. И это то, что, наверное, почему это стоит покупки. Допустим, посмотрите, это у нас свекла, органическая, красная свекла. Есть также у нас золотая свекла, которая тоже очень интересна. И это у нас анис. Стоит он 3 доллара за вот такой пучок. Хочула взять бейби шпинат. Огромное количество даже упакованных овощей и фруктов. Вот такие кокосы, на самом деле, они, ну, как бы, не очень прям супер такие по качеству, если честно. В общем, все, что вам нужно для вашего удобства, все здесь есть даже нарезано. Конечно же, лук белый-красный. Такой у нас йогурт здесь получается. Такого я ни разу не видела, потому что, скорее всего, это бренд, именно который идет под спрутс. Большое количество панкейковых миксов. То есть вы можете просто развести один из этих миксов в воде, положить на сковородку. Бум, у вас готов завтрак. Иногда единственное, что они могут на вкус, как, ну, что-то очень неприятное. Я стараюсь быть аккуратна в плане покупки именно очень суперздоровых панкейков, потому что мы купили один из этих брендов, вот даже, по-моему, такой бренд Red Meal. Он настолько был невкусным, что я выбросила все эти панкейки, поэтому с этим нужно быть очень аккуратным. Всякого рода мука, допустим, кокосовая мука, обычно вы ее должны смешивать с обычной мукой, чтобы, в общем, это все работало. Допустим, вот мука, знаменитый бренд, она без глютена какого-либо. Я нашла кефир. Кефир здесь, конечно, немножко другой, именно по консистенции, по вкусу. Он не такой, как русский кефир. Этот бренд вы не встретите в обычном Волмарте, например. И он, кстати говоря, без лактозы. Есть, конечно же, большим количеством пробиотиков. Пробиотиков. Обычно, что мне не нравится, это то, что если вы покупаете именно ароматизированный кефир, то там много сахара обычно. Допустим, здесь у нас есть ванила. И в этой ваниле, смотрим, сколько у нас сахара, у нас здесь 15 грамм сахара. Это вообще очень немало на самом деле. Просто учитывая, что в России мы обычно купим... О май гад, я нашла якулт. Якулт, это вообще-то азиатский, такой как кефир. Он не очень плитерный, он сладковатый, но он не супруг плитерный. Я нашла его. Боже мой, это такое счастье. Ребят, я очень рада, что наконец-то я нашла якулт. Это азиатская вещь, которая популярна в Азии как ни что другое. В Сингапуре, если вы были, то вы, наверное, полюбили эту вещь. Нашла ее, совершенно не ожидаю. Так, мы покупаем этот бренд всегда, очень любим, у них очень классное мороженое. В общем, я решила взять такой вот мачо-грин-ти, зеленый чай с мачей. В основу этого мороженого входит все только зеленое, только все плент, никаких непонятных составов веществ там нет, только все натуральное, органическое, это круто. Стоит удовольствие недешево около 7 долларов, но, знаете, здоровье все-таки дороже иногда. Муж решил взять кофе, тут огромный выбор, есть разных кофе, вот сколько хочешь, выбирай из чего угодно, и это все нацепается, мне так, очень непонятно. Тут есть разные бренды абсолютно, и вот, допустим, мне понравился вот такой бренд, который называется органический восходный бленд, да, мы так делаем, чтобы посмотреть, как он пахнет. Пахнет он странно, smells weird, not as good as Darwin, не так хорошо, как, допустим, другие. Smell it! Еще я замечаю то, что в магазинах, которые немножко более органические, в них гораздо больше выбор чая. Вы можете найти такое большое количество чая, что это даже вам не снилось, и это очень круто, потому что чаи, это всегда лучше кофе. Поэтому всегда смотрите на чаи, вот, допустим, я нашла такой чай с морингой, он очень хороший именно для того, чтобы сделать вас более энергичным, но тут есть черная часть стады, и я не уверена, что это хорошо, но, возможно, все это проводят. Ну, что, мы закончили наш шопинг, это был очень хороший экспириенс, просто потому, что здесь гораздо более уникальные продукты, которых мне надо делать в обычных магазинах, как я уже сказала об этом, и цены, они не такие высокие, как в обычных магазинах тоже, как, допустим, в очень дорогих магазинах, с органикой, как, допустим, Fresh Market, что-то вроде того, поэтому настоятельно советую этот магазин Spruce.